Музыка Всех приветствую сердечно. Спасибо, что пришли. Это очень важная тема, которая должна волновать и руководство страны, и все наше общество в целом. И наш Центр исследований продолжает серию экспертных встреч, посвященных ключевым вопросам развития нашего общества. Сегодня мы говорим о демографических ситуациях в Абхазии. Прогласили представителей экспертного научного сообщества, Министерства здравоохранения, комитета репатриации, миграционной службы с тем, чтобы спокусировать внимание и руководство, и государственные учреждения, и общество в целом, на необходимость решения важнейшей демографической проблемы. Без всяких оговорок можно сказать, что после проблемы военной угрозы со стороны Грузии, после военной угрозы, самая важная проблема в Абхазии является демографическая. Из-за неблагоприятных тенденций демографической динамики за поствоенный период, и особенно в последние несколько лет, вызванной эпидемией COVID-19, связанной с этим избыточной смертностью, Наша страна вступила в период острейшего демографического кризиса. Впервые смертность превысила рождаемость. От того, сумеем ли мы преодолеть фатальную кривую смертности, сумеем ли мы существенно повысить рождаемость, сумеем ли мы добиться возвращения наших соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья, зависит выживание нашего абхазского этноса и будущей Абхазии как геополитического субъекта. Проблема демографической безопасности республики напрямую связана с проблемой безопасности народа Абхазии, в не меньшей степени, чем обеспечение обороноспособности нашей страны. Римляне говорили «Си ви спацием парабеллум» – хочешь мира – готовься к войне. Но готовность отражения агрессии не сводится лишь к созданию вооруженных сил и их военному оснащению. Жизненно необходим достаточно людской резерв. Если его недостаточно, то перспектива победы в такой войне тоже достаточно туманная. Стране нужны и создатели, а также, если это необходимо, к сожалению, и воины тоже. Их должно быть достаточно много. И поэтому повышение рождаемости также решается задача обеспечения вооруженных сил страны достаточным людским потенциалом. По своей значимости решение демографической проблемы сравнимо с задачами по обороноспособности государства. Однако, если сравнить солидные суммы, совершенно оправданно, ввиду военной угрозы, расходами на оборону и мизерные средства, отпускаемые на оздоровление демографической ситуации, становится вполне очевидным, что, несмотря на ситуацию, по сути, кризиса в этой области, государство пока не осознало стратегической важности этой проблемы и не выработало действенных мер по ее исправлению. Можно выделить пять угроз, которые негативно влияют на динамику народонаселения нашей страны. Первый – уровень жизнеобеспечения, слабый уровень медицинских услуг, из-за чего приходится возить тяжелых больных в Россию или в Грузию, высокий уровень смертности, связанный с последствиями эпидемии COVID-19, высокая смертность от несчастных случаев, особенно дорожных транспортных происшествий, от которых в основном страдает титульная нация. Другой угрозой является интенсификация миграционных процессов. Во-первых, это миграция традиционно сельского населения из села в города и принятие городского образа жизни, что влечет за собой резкое снижение рождаемости. Другим, еще более серьезным фактором является непрекращающийся, а в последние годы, особенно в связи с ситуацией на Украине, усиливается миграция в Абхазию не местное население. Абхазия все больше становится совершенно интересной страной для иммиграции извне, поскольку просветающий туристический бизнес представляет возможность быстрого и хорошего заработка. Почему есть опасения по поводу неконтролируемой миграции? Потому что большинство из тех, кто в Абхазии так или иначе остается, рано или поздно получает гражданство и получает возможность напрямую влиять на политику страны. Наше общество стоит перед дилеммой. С одной стороны, необходимо запустить процесс бурного экономического роста, что хорошо для экономики и что позволит существенно поднять экономическое положение населения. Однако это же неизбежно приведет к необходимости приглашения в Абхазию десятков тысяч обслуживающих персонала извне, большая часть которого постарается в Абхазии остаться еще вместе с семьями. В результате сильно изменится этнический состав населения со всеми поистине плачевными для государства образующего этноса последствиями. Как же быть? Посмотрим, как решают эту проблему другие страны. Возьмем, к примеру, Объединенные Арабские Эмираты. 70% населения страны и иностранцы. 70% страны и иностранцы. Никакая населения. 70%. Они живут, работают годами, десятилетиями в этой стране. Однако получить гражданство Эмиратов практически нереально. Арабы из других стран могут получить гражданство через 7 лет, кто работает в Эмиратах. А граждане других стран через 30 лет. И то, не всегда гарантирован положительный ответ на этот запрос. С прошлого года внесли поправки в закон, разрешающий гражданство Арабских Эмиратов за очень крупные инвестиции. А так, выдающимся врачам и ученым. Практически ОАЭ – это страна для коренных жителей. Только они имеют право на субсидии и бесплатную медицину. Вот так пример, можно сказать, жесткий, может быть, для нас, когда страна защищает свой интерес и местное население. К неблагоприятному факту относятся этнокультурные особенности репродуктивного поведения населения, опять же, характерные именно для титульной нации, для абхазов. Это поздние браки, малодетные семьи, как правило, один-два ребенка, что не обеспечивает и простого воспроизводства. Большое число, я бы сказал, огромное число неженатых мужчин и незамужних женщин. И старение населения. К угрозам социально-экономического порядка можно отнести низкие доходы основной массы населения, особенно молодежи. И, как следствие, отсутствие средств для создания семьи, организации свадеб, а также для обеспечения рождения и воспитания ребенка, особенно второго и дальнейших. Отсутствие средств у молодых семей для приобретения жилья, что становится еще более сложным. Вот в последнее время на фоне резкого, очень резкого поднятия ценности жилья, вот за нынешний год, в разы подняли ценности жилья, поэтому люди с малым доходом просто могут забыть о приобретении собственной недвижимости. Низкий уровень материального стимулирования рождаемости и материальной помощи и предоставления ребенка со стороны государства, безработица среди молодежи, алкоголизм и особенно наркомания, которые являются проблемами не только медицинским, но и в не меньшей мере социальными. Именно демографическая уязвимость абхазского этноса вкупе с такими процессами, как ведущие к его депопуляции превышение смертности над рождаемостью, что в этом мы фиксируем, молодетные семьи, большое число холостяков, выезд молодежи за границу, и, с другой стороны, стихийная, неконтролируемая миграция в абхазию нового, неместного населения, все это формирует, на наш взгляд, один из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед нашим обществом. Как улучшить демографическую ситуацию в стране? Имеется два источника повышения численности населения. Интенсивный, то есть повышение рождаемости, и экстенсивный, и миграция населения извне. Интенсивный метод является весьма эффективным, заслуживает серьезного подхода. Это может быть, можно проиллюстрировать, в частности, следующая таблица. Я не могу показать ее здесь, я вам расскажу, что в период, это динамика роста абхазского населения в стране, в период между 1886 и 1889 годами. То есть между 1826 годом была перепись, и 1890 годом население абхазов за 60 лет удвоилось почти. Это был огромный демографический, можно сказать, взрыв. Потом началась урбанизация, и все пошло вниз, естественно. Интенсивный метод улучшения демографической ситуации в Абхазии имеет свои значительные преимущества перед экстенсивным. С ним не связаны проблемы адаптации новых людей, интеграции, изучение языка, трудоустройство, предпочтение жильем, выплаты пособий и так далее. То есть всего того, с чем сталкиваются мигранты. Имеется, конечно, минусы, необходимость тратить средства на воспитание, обучение детей. Это требует затрат со стороны семей, общества в целом. Что можно сказать вкратце об экстенсивном пути для улучшения ситуации демографической в Абхазии. Имеется в виду эмиграцию в Абхазию, аджарских, турецких и ближневосточных Абхазов, а также представители родственных этносов Северного Кавказа. Это основа базина. Это имеет большое значение для абхазской нации. Помимо решения проблем разделенного народа, восстановления исторической справедливости, репатриация является важной мерой по укреплению демографического присутствия титульной нации в республике. Репатриация по сравнению с интенсивным методом улучшения демографической ситуации имеет, опять же, свои преимущества, но есть и недостатки. Плюсы – это контингент готовых специалистов, окончив школу и средне-специальные или высшие учреждения. Они находятся, как правило, в репродуктивном возрасте, ищут невест, как правило, свои местного населения, что означает, что их дети уже будут полностью адаптированы к местной среде и не будут испытывать эмигрантского дискомфорта или даже дискриминации. Эти люди обладают общоабхазским менталитетом и готовы, я имею в виду абхазский, не в этническом смысле, а в гражданском смысле, как гражданская нация, не в этническом смысле имею в виду. Их родственные экономические связи со страной порождения благоприятны для укрепления международного экономического положения Абхазии. Однако экстенсивный метод имеет свои, конечно, минусы. Частое незнание абхазского языка и незнание русского языка, отличный менталитет, сложности в процессе адаптации, необходимый финансовый средств для оказания материальной помощи на первых порах, по сравнению всего дорожающего жилья, работы и так далее. Какую опасность несет в себе тенденция уменьшения удельного веса абхазского этноса, ввиду его отсутствия роста, структуры абхазского общества? То есть рост имеется за счет других, эмиграции, а абхазское население в Абхазии не растет, к сожалению. Сейчас, наоборот, тенденция минусовая. Прежде всего, следует подчеркнуть, что абхазский этнос является государственно образующим. Как русские этносы в Российской Федерации, это записано в Конституции России, кстати. Так как именно он является основным носителем идеи абхазской государственности. На нем лежит ответственность за поддержание и полноценное функционирование абхазского языка, развитие абхазской национальной культуры. И основная тяжесть на пообороне нашей страны также лежит на нем. Именно поэтому надо признать, что сокращение численности постоянного населения, в первую очередь титульной нации Абхаза, является прямой угрозой национальной безопасности нашего государства, препятствует развитию как независимого суверенного государства. Демографическая безопасность является одной из составляющих политической безопасности. Альтернатива ей – утрата контроля над государством. Кто будет строить новую Абхазию? Кто будет развивать нашу национальную культуру, государственный язык, нашу экономику? Кто будет защищать нашу родину от возможного агрессора? Вопросы далеко не праздные. Повторюсь, демографическая безопасность является делом первоочередной важности, сравнимой по своей стратегической значимости с проблемой обороноснованности страны. И решать ее следует именно в такой плоскости, решительно и не жалея средств. Исходя из важности в задействовании механизма повышения рождаемости, чтобы привести к улучшению ситуации в Абхазии демографической, необходимо, по моему мнению, выработать следующие меры. Первое. Выработать концепцию демографической политики Республики Абхазия. Кстати, необходимостью концепции говорил еще президент Багабш Сергей Васильевич в своем послании Народному собранию Парламента Республики Абхазии. Он писал, я цитирую, «Необходима концепция демографической политики страны на период до 2020 года. Эта политика должна быть направлена на увеличение прожительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост, рождаемости, регулирование миграции, сохранение и укрепление здоровья населения». Второе. Принятие на основе концепции демографической политики Абхазии государственной демографической программы, призванная разработать конкретные меры по существенному улучшению демографической ситуации в Абхазии и внедрению их на практике. В-третьих. Создание при Совете Министров или при Президенте Республики Абхазия демографической комиссии, которая проводила бы мониторинг над процессом этой области и вовремя предпринимала бы необходимые меры, требующие прямого и срочного вмешательства государства. А также демографического фонда, который аккумулировал бы государственные и частные средства, направляем на нужды демографической программы, которая будет относиться не только к этническим Абхазам, но и к всем населению Абхазии, к постоянному населению Абхазии, которое сейчас живет, к жажданам Абхазии. Кроме того, необходимо осуществление грамотной пропаганды многодетных семей в прессе, на телевидении, разъяснение односущной важности для нашего общества повышения рождаемости, необходимо выплаты и деловательные пособия роженицам для покрытия расходов в роддоме, осуществление материальной помощи молодым семьям, начиная со второго ребенка в виде ежемесячных субсидий, или с первого ребенка, если такая возможность есть. Создать рабочую группу в составе специалистов из АГУ и Абиги, которая провела бы комплексное научное исследование демографической ситуации Абхазии. В течение полтора года рабочая группа подготовила бы подробный доклад о нынешнем состоянии и тенденциях в области демографической ситуации Абхазии, предоставив заключение научно обоснованное, с учетом схожего международного опыта, конкретные рекомендации по этапному программу или мероприятию, направленных на оздоровление демографической ситуации. И последнее, что я предлагаю, принять закон Республики Абхазия о демографической безопасности Республики Абхазии, регулирующей процессы в этой области. Такой закон, кстати, был принят, например, в Белоруссии в 2002 году, закон Республики Беларусь о демографической безопасности Республики Беларусь, в которой дается определение демографической безопасности как состояние защищенности социально-экономического развития государства и общества от демографических угроз, при которых обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с ее национальными демографическими интересами. Вот такое мое слово, вводное, и я сейчас представляю слово нашему ведущему демографу, научному сотруднику ЦСИ Астане Хаж. Рубеж 20-21 веков ознаменовался важнейшими судьбоносными событиями в истории Абхазии. Это Отечественная война, определение независимости, строительство нового государства, его официально-дипломатическое признание со стороны Российской Федерации стали определяющими детерминантами, обусловившими конкретные пути современного социально-экономического развития Республики Абхазии, в том числе в демографической сфере. Последняя всегда чутко реагирует на социально-экономические условия, под воздействием которых она демонстрирует либо положительные, либо негативные тенденции развития. Положительные показатели, конечно же, демографического развития в целом способствуют оптимизированному развитию экономической и социальной сферы, а негативные тенденции могут породить комплекс проблем вплоть до кризисного состояния общества и государства. К сожалению, современные этно-демографические процессы, ныне происходящие в Абхазии, мало изучаются. Для проведения исследований необходим официальный статистический материал. Это данные о численности населения, возрастно-половой структуры и естественного воспроизводства населения. Факторы, влияющие на рождаемость, чрезвычайно разнообразны, а их взаимодействие отличается большой сложностью. К числю факторов относятся ряд естественных и социальных условий. Это климат, наследственность, общественное положение женщин, уровень благосостояния, культурный уровень, законодательство, войны, урбанизация, национальность и некоторые другие. К числу причин – возраст вступления в брак, пребывание женщин вне брака, потенциальная плодовитость, бесплодие, мертворождаемость, внутрисемейное урегулирование. В республике наблюдаются низкие показатели естественного прироста населения. Цифры говорят о значительном падении рождаемости. Кривая линия на графике стремительно падает. Естественный прирост в 2017 году составлял плюс 449 человек, а к 2022 году – минус 336. Я за основу цифр взяла официальные статистические цифры, то есть они официальные показатели. Показатели рождаемости среди городского и сельского населения различны. Также среди городского населения с 2017 года по 2021 год наблюдается спад рождаемости. Было плюс 126, ныне минус 529. Сельское население плюс 323 – это в 2017 году, в 2021 году минус 146. Таким образом, в республике установился суженный режим воспроизводства и неизбежно ведет к естественной убыли населения. Другим фактором естественной убыли населения является смертность. Общий коэффициент смертности по республике увеличивается. Было 5,2%, а теперь становится 7,2%. При этом смертность в Абхазии практически остается на прежнем уровне. Самый большой показатель убыли населения за последние 5 лет наблюдался в ковидном. Тогда умерло 2228 человек. Основными ведущими причинами смерти на период с 2017 по 2021 год – это болезни системы кровообращения. То есть было 943 человека умерло, сейчас – 1052. От новообразования – 217, увеличил до 260. От инфекции, паразитарных болезней было 23, ныне – 397. От суицида – 12 человек было и 16. Но я здесь хочу сделать отклонение, что проблема суицида, именно смерти от этой причины мало изучается. И малые, маленькие показатели. Но я не согласна с этими показателями. Но эти показатели, которые я озвучила, они официальные. Мы посылаемся на официальные. Брак с демографической точки зрения представляет интерес как элемент процесса воспроизводства населения. Развод – это процесс распада супружеских пар вследствие расторжения брака. Данные о разводах не отражают полностью фактического прекращения брака. На самом деле, иногда супружеские отношения прерваны, а брак по тем или иным причинам не расторгнут. То есть, если у нас брак официально фиксируется, развод, эти показатели тоже относительны. То есть, они недостоверны. Тем не менее, то, что у нас отражены на табло, они являются официальными показателями. С точки зрения демографического развития семей, они приводят к накоплению в населении неполных семей, состоящих из разведенных и овдовевших женщин с детьми. Коэффициент брака с 2018 по 2022 год составил 3,6%, а спустилось до 2,8%. С тем самым в показателях брачности наблюдается спад. Эти показатели отчетно видны на диаграмме. Одна из важных демографических факторов, оказывающих существенное влияние на конечную продуктивность брака, является возраст вступления в брак. Возраст вступления в брак позволяет изучить особенности брачных традиций, что является одним из немногих объективных источников данных об экономической и социальной зрелости молодежи. Одной из особенностей Абхаза является исторически сложившаяся особенность репродуктивного поведения – это поздние браки, а вместе с тем и связанная с невостребованностью большого числа находящихся в репродуктивном возрасте женщин, так как решившиеся наконец-то жениться мужчины предпочитают, как правило, брачных партнеров не из своего возраста, а из более молодого поколения. Следует отметить, что в республике многие мужчины и женщины остаются в холостяках. По данным переписи 2003 года, почему я беру 2003 года, потому что мы не обладаем данными 2011 года, но факт такой же. В возрасте от 18 до 30 лет не состояли в браке 34 тысячи человек, а 30 лет и старше – 1565. Да, эти показатели уже устарели, но мы можем обратить свое внимание на полевые материалы, собранные среди сельского населения. Согласно нашим полевым материалам, собранным в Гудаутском и Ачимчевском районах, в отношении молодых людей, не состоящих в браке, в самом продуктивном возрасте, наблюдаем одну и ту же картину. Например, в село Аца 157 человек не состоят в браке, в село Ачандара 224 человека, в село Звандрив 219, Абгархук более 200 человек, Джирхуа 255, Хуап 100 человек, Отхара 269, Калдахуара 121, Мук 200 человек. Недавно была еще передача, которая проводила тоже круглый стол по теме демографии, общественной организации, Ахайкурхара называется, и там представитель Сачимчевского района огласил такую цифру, что более 800 человек, мужчины Сачимчевского района не состоят в браке. Я считаю, что эта цифра тоже недостоверна, потому что, судя по озвученным этим цифрам, в каждом селе, да, это слишком низкая цифра, потому что в Ачимчевском районе 27 сел, если взять от 100 человек, которые не женаты, то есть уже большая цифра. И мы можем с уверенностью сказать, что в каждом селе наблюдается схожая картина. Зададимся вопросом, почему же столь великое число молодых людей не состоят в браке. Первая причина является экономическое положение молодых мужчин. На втором месте факт, что молодежь в селах в большинстве своем ориентирована на переселение в города. Своё проживание в настоящее время в селе считают временным, потому что не торопятся создавать семью. В-третьих, молодые девушки не всегда охотно выходят замуж в село. Причиной тому они говорят из-за тяжести сельскохозяйственного труда. Во-вторых, желание продолжить учебу, а затем построить карьеру. В связи с этим парням, живущим в селе, трудно обзавестись семьей. Таким образом, в республике есть огромное число неженатых и незамужних молодых людей. Обратимся к проблеме семья. Семья – это базовая ячейка общества, состоящая из двух или более человек, связанных между собой брачными, родственными, родительскими отношениями, имеющих общий быт, а также несущих взаимную моральную, правовую и социальную ответственность. В современных условиях постоянно растет интерес к исследователю многодетной семьи Абхазии, так как это дает определенную надежду на улучшение демографического состояния, на фоне наблюдающихся сегодня низких показателей рождаемости. При определении многодетности каждая республика, согласно своему законодательству, исходит из своих бюджетных возможностей. В Абхазии многодетность считается семья, имеющих трех и более детей, и воспитывающая их до 18-летнего возраста. В середине 20-го века многодетные семьи в республике Абхазии составляли большую часть населения. Они были достаточно распространены как среди городского, так и сельского населения. Господствующая форма семьи в республике является ныне простая или нуклеарная семья, то есть супружеская пара с детьми, не состоящими в браке. Идет процесс изменения по численному составу как в городских, так и в сельских семьях. Увеличиваются домохозяйства, состоящие из одного-двух человек, а также с одним и двумя пенсионерами. Есть опасения увеличения семей с тремя пенсионерами. Все более распространенными становятся в городской и сельских местностях семьи, состоящие из двух, трех и четырех человек, хотя традиционно у абхазов были большие семьи с большим числом детей. Важным критерием красификации состава семьи является ее детность. Для современной Абхазии характерно резкое преобладание малодетных семей. Если среди городского населения преобладают семьи, состоящие с двумя детьми, то есть что означает нулевой прирост населения? В селе три-четыре ребенка. Это простое воспроизводство. Известно, что большая распространенность семей с одним или двумя детьми способствует закреплению эталона или моды на малодетную семью. Для выхода из депопуляции необходимо, чтобы в семейной структуре было 50% семей с тремя и четырьмя детьми. То есть в республике нам не хватает 35% семей с тремя и четырьмя детьми. В условиях спада рождаемости и высоких показателей смирности в республике параллельно наблюдается и другая тенденция. Это увеличение числа многодетных семей по всей республике за счет рождения третьего и четвертого ребенка. При этом необходимо отметить, что данную тенденцию можно объяснить мерами при поддержке многодетных семей, принятых правительством республики. А также с тем, что многодетные родители стали регистрироваться в городских и районных отделах социального обеспечения, получив поддержку государства. С 2009 года по апрель 2022 года в республике Абхазия число многодетных семей, которые получают пособие по многодетности, увеличилось с 2864 до 550,47 семей. То есть на 2683 семей. Однако, увы, число и количество детей многодетных семей не увеличили численность населения, так как наблюдается рост показателей смертности. А на сколько уровень поддержки? Какая субсидия? Неизвестная? Значит, по городу Сухум 500 рублей на одного ребенка, в месяц по республиканское это 400 рублей. То есть, да, 400, нет, 450 рублей. То есть еще с сухумского бюджета 500 рублей выделяют, а в селах это 400 рублей. Ну, оно выдает, но все равно этих, да, все равно послал. Следует отметить, что кроме основного содерживающего экономического фактора многодетности, существуют и другие факторы, а именно причинные. Желание иметь ребенка другого пола. Если, к примеру, есть две девочки и семейная пара планирует мальчика, мы можем только предположить, что наличие многодетных семей в республике является желанием семейной пары иметь ребенка мужского пола, так как мальчик является продолжателем рода семьи и фамилии. При сборе полевого материала, кстати, респонденты отмечали, что если родился наследник семьи, то многие молодые мамы тем самым завершают свою репродуктивную функцию. Так и есть, да. Вывод какие? На ход демографических процессов в республике влияют автотранспортные травмы, автокатастрофы, суициды, низкая рождаемость, увеличение смертности, изменение возраста полового состава, позднее вступление в брат и нездоровое население, а также наркомания. Традиционная семья способна восстанавливать сама себя от поколения к поколению, поэтому в демографической политике от государства требуется создание положительного имиджа семьи, а именно к многодетной, которая способствует естественным путем к самоздоровлению семьи, что ведет к возрождению традиционной многодетности семьи. Необходимо посредством СМИ проводить государственную политику по значению многодетной семьи. Никакая миграция не решит наших внутренних демографических проблем, потому что у нас есть свой внутренний потенциал, который не используется. При создании надлежащих условий эффективных программ для поддержки семьи материнства, детства, безусловно, дадут стимул рождаемости. Пришло время отойти от теоретического обоснования необходимости демографического роста к практическому на законодательном уровне решению проблемы. Таким образом, возникающие вопросы демографии страны, как старение, депопуляция, демографическая слабость, обороноспособность, миграция оптимальным способом, разрешение вопроса может решить только рождаемость населения Абхазии. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова